Утро на первом, мы на месте. Тринадо заработал, включили эту сколу поезды. Из-за принят, уезжаем. Примерно в полночь в ходе дежурства один из экипажей дорожно-патрульной полиции на улице Портистанска попытался остановить автомашину ВАЗ-2115, водитель которой нарушил правила дорожного движения. Но владелец ВАЗа указания полицейских проигнорировал и попытался от них оторваться. Сотрудники полиции стали его преследовать, но погоня оказалась недолгой. На улице Байтурсынова водитель 15-й не вписался в поворот, врезался в бордюр и пробил щину. После этого он вынужден был остановиться. Как объяснил водитель, у него не было с собой прав, и поэтому он решил скрыться. Этот необдуманный поступок теперь обойдется автовладельцу дорого. Помимо ремонта автомашины, ему придется оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, езду без документов, неподчинение указаниям полицейских. Автомашину сотрудники полиции водворили на штраф в стоянку. Эту услугу полицейских ему придется оплатить отдельно. Днем примерно в 4 часа сотрудников дорожно-патрульной полиции вызвали на улицу Олимкулова, бывшую улицу Энгельса. Местные жители сообщили, что на земле лежит женщина лет 60, возможно ей стало плохо и она упала. Но причина оказалась намного тривиальной. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что женщина была мертвецки пьяна. Ее до прибытия врачей полицейские уложили в свой автобус. Сопровождавший женщину мужчина рассказал, что они со знакомой просто отпраздновали встречу. Она живет в микрорайоне Хайт-Пас у сестры, сюда приехала на базар. Мы встретились в обед и немного выпили. Ничего страшного, вреда от выпивки нет. С этим утверждением могли бы поспорить прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи. С диагнозом интоксикация средней степени тяжести они доставили пострадавшую в токсикологическое отделение центра гипербарической оксигенации. Вечером примерно в 11 часов к спасателям оперативного отряда департамента ПЧС за помощью обратилась женщина, сообщившая, что ей необходимо попасть в запертую квартиру 60-летней матери, расположенную по улице Оскарова. Как сообщила вызывавшая, уже два дня женщина не отвечает на телефонные звонки и не отзывается на стук в дверь. Прибывшие спасатели при помощи слесарных инструментов вскрыли железную дверь и прошли в квартиру. К сожалению, женщине помощь уже не требовалась. Хозяйку квартиры, оперативники и присутствующие рядом родственники, обнаружили на полу без признаков жизни. Прибывшие полицейские составили протокол осмотра местопроисшествия. Сейчас причину смерти хозяйки квартиры устанавливает судебно-медицинская экспертиза. О днём в 4 часа спасатели вызвали в 17-й микрорайон. Жители одной из пятиэтажек сообщили, что их пожилая соседка также уже длительное время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь. Спасателям пришлось в очередной раз использовать слесарный инструмент, чтобы попасть в квартиру. К счастью, в этот раз всё обошлось. Хозяйку квартиры спасатели обнаружили сидящей на полу. Как оказалось, в таком положении женщина провела несколько часов, упав со стула. Самостоятельно подняться она не смогла. Спасатели перенесли хозяйку квартиры на диван и вызвали врачей, которые оказали ей медицинскую помощь. Днём в 12.50 сигнала пожара на пульт 101 поступил с микрорайона Интемак. Жители микрорайона сообщили, что на окраине жилого массива загорелась сухая трава и огонь грозит перекинуться на дома жителей микрорайона. На место возгорания уже спустя минуту выехала первая автомашина. Всего в тушении приняли участие 4 единицы спецтехники противопожарной службы, 14 человек личного состава и 2 автоцистерны ТОО ЛТД Байтерек. При бытии пожарных огнём было охвачено около гектара сухой травы. Порывистый ветер разжигал пламя, усложняя работу борцов с огнём. Но им со стихией справиться всё же удалось. На локализацию пожара огнеборцам потребовалось 3,5 часа, а ещё через 2 часа огонь был полностью потушен. В этом происшествии никто не пострадал. Субтитры создавал DimaTorzok